В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Лисан Сабировой. В начале о главных темах. Где вода, там беда. Половодье в Татарстане. Сколько домов уже эвакуировали и какие животные пропадают после большой воды. Обо всем этом Рамиль Шайдолин. Уже не зимняя, еще не летняя. Мы поймали. Хватит нам. Не боитесь, что провальтесь-то? Нет. Улов рыбаков и риски выхода на лед взвесила Алина Зинатулина. Занижают цены, поднимают комиссию. 20% отдавать с поездки, это очень дорого. Такие условия сейчас поставили водители такси, узнавала Анна Городнова. Годовщина освобождения узников фашистских концлагерей. Горячецы висят. Я как увидел, кинулся к парке, кричу. Папа! С теми, кому удалось выжить, встретился Слава Бухмадулян. В Татарстан пришла большая вода. Информация о затопленных домах, улицах, мостах и дорогах поступает в течение дня. В зоне паводка уже десятки деревень. Это не предел. По прогнозам МЧС, вода грозит еще двум сотням населенных пунктов. О том, как за пару суток в селах наступила Венеция, Рамиль Шайдулин. Пока только тонула собака, как мы знаем, и курочки погибли. А сейчас скотина наверху. Мы еще особо там ничего не проверяли. Что будет дальше, одной погоде известно. За день Ивановы из села Федоровское потеряли половину хозяйства. Поднялась берля и живность просто не пережила уровня воды. Весеннее таяние стало сильнейшим за последние пять лет. Мы были уже готовы, как бы сказать, но не думали, что такой уровень воды будет большой. Федоровское не одиноко, как сообщает районный исполком. Накануне вода пришла и в Большие Кайбицы, после в Беляево. А это сегодняшние кадры из Бурундуков. Жители спасают то, что еще можно. Из подворья выводят животных, учителя караулят мосты, чтобы в воде не оказались дети. В течение 30 лет такого резкого таяния снегов мы не видели. Сильнейший потоп в воде целые улицы. Здесь словно кадры из кинофильма «Послезавтра». Затопленными оказались опастовские деревни, дворы Сармановского, Тукаевского районов. Жители выкладывали кадры в сеть. Хэштег «Паводок объединил». Прошли буквально сутки, и вода уже перестала пугать, а сразу перешла к решительным действиям. В один заход затапливают теперь не только дороги, а уже и дворы, и дома, и с ними погребы. Так половодие встречают Гумаровы. Подпол залит до краев, но даже откачивать воду нет особого смысла. Она прибывает и прибывает. Вот набирается, он приходит сейчас с работы, будет опять качать. И до вечера, до 12 ночи качает. Казань, Буинск, юго-запад Татарстана. А половодие дошло до доброй части республики. В Малых Шельнах Тукаевского района вода не думает останавливаться. И сегодня, накануне, здесь опасно было даже просто выйти на улицу. Машины, он по ту сторону останавливается, и по эту сторону. Здесь бежала чурком вода. Вообще страшно было, чтобы посмотреть. Спасатели весну встречают в полной боеготовности. Пострадавших в потопе эвакуируют. В Кайбетском районе под это освобождают школы. По местам ожидания большой воды стоят спецпосты. Для проведения мониторинга пауток и обстановки в республике на сегодняшний день осуществляют работу 7 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. В количестве 21 человека и 7 единиц техники. По информации спасателей и метеорологов, пауток этого года осложняет общий уровень воды в реках. Рекордная высота в Куйбышевском водохранилище сказалась на реках поменьше. Под угрозой затопления 209 деревень и поселков Татарстана. Рамиль Шайдулин, Альвина Минибаева, Амир Залюшев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Кайбетские и Тукаевские районы. Где ночевать не знают, чего ждать еще опасаются. Сейчас в такой ситуации находятся жители деревни Татарская Танаева Зеленодольского района. Такого потопа, как сегодня, в деревне не припомнят. Алина Бережная о том, чего ждать жителям. Жители деревни Татарская Танаева устраняют последствия паводка. Вчера вечером река Шеланга вышла из берегов и затопила две улицы. Это порядка 25 домов. Уровень воды поднялся примерно на метр. Это видно по стене дома. По словам сельчан, в домах плавали диваны, кресла, столы. Сейчас всю мебель просушивают. Вот что говорят сами жители. Ну, потоп был очень сильный. Вот это огород, все полная была вода. И сюда, вот сюда, да. И сразу домой на пять минут уже дома все. Истопило. И не шел. Даже в 79-м году у нас домой вода не заходила. А сейчас домой заходит. Ущерб большой от этого приносит? Ну, конечно. Как это, ущерб-то маленький будет? Все. Ладно, еще вот с раховкой. Затопило деревню еще вчера вечером. Наибольший ущерб получили сельчане, чьи дома находятся в нижней части деревни. Это четыре дома. По словам жителей, такого паводка в татарском Танаеве не было уже пять лет. Сегодня в деревню приезжали спасатели дорожной службы. Они очистили дамбу. Вода постепенно отступает. Но жители деревни до сих пор переживают, что вода может снова подняться и затопить их. На этом у меня пока все. Лейсан. Спасибо. Это была Алина Бережная из Зеленодольского района. В наших бедах виновата не природа, а человек с горечью, говорят жители деревни Кушман и Кайбетского района. Здесь накрыло водой сады и огороды. Ровно год назад сюда уже выезжала наша съемочная группа и выяснила. Проблемы начались, когда на местной речке построили плотину. Почему обещанное не помогло? Альбина Минебаева. Видно же, что вода зашла до половины огорода. Вода на участок Саньяпа пришла накануне. Уровень талой поднялся вместе со столбиком термометра. Скрылся и родник. Теперь для питья только вода из-под крана. После кипячения от этой воды остается накипь, похожая на белую пыль. Мы брали воду с родника, но теперь ее нет. Эта территория только накануне была под водой. До сих пор не вынырнул вот этот вот мостик, который ведет к кратнику и другим социальным учреждениям. Видны лишь его поручни. В этом году первое затопление. Сколько таких будет затоплений, один бог только знает. В прошлом году после летних проливных дождей Салих Матагулин уже лишился урожая картошки. Воду держит пруд, уверен местный житель. Рукотворный водоем появился в 2017-м. Раньше здесь была небольшая речка. Установили и трубы для водоотведения. Вот эту воду пропустить через аварийную трубу. Вот таких труб надо штук 10 поставить. Пруд сделали без проекта, говорит глава поселения. Последнюю трубу установили в марте. Сельчане предлагали спустить ее, но руководство посчитало иначе. Там воды вообще не будет. Некрасиво будет, воды не будет. Это для пожарной безопасности тоже сделано. Сами создали вот такую установку. Затопляем огороды, затопляем ротники. Суки регул. Вода, конечно же, нужна. Если случится пожар, то она необходима, но только бы огороды не подтоплялись. Спасать ротник и мост собираются этим летом. Их пообещали поднять на полметра. Но, видимо, талая и дождевая продолжат накрывать участки. Альбин Винебаев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Кайбицкий район. Предупреждают, чтобы не пришлось спасать. Сегодня в нескольких районах республики сотрудники МЧС вышли на лед, а там рыбаки. Почему весенняя рыбалка? Это ходьба по тонкому льду. Лина Зинатулина. Здесь, на Казанке, лед местами уже открылся. Буквально три дня плюсовой температуры, и его прочность снижается на четверть. И несмотря на вчерашнее настоящее весеннее тепло, сегодня здесь десятки рыбаков. Это что у нас здесь? Это бель. Чтобы выловить мешок рыбки бели, Александр Никитин провел у лунки больше восьми часов. На так называемом последнем льду хорошо клюет, но на богатый улов признается рыбак последние деньки. Пока еще толстый. Ну, дня два и все, размоет уже. Он в кашу превращается просто. Таких отчаянных рыбаков немало по всей республике. В этом сегодня убедились и спасатели, вышедшие на рейд по каме. Рыбачат не только группами, но и в одиночку, без спасательных жилетов и далеко от берега. Как, например, этот рыболов. Я уже 40 лет рыбачу, ну и что, я знаю, когда, чего. Рыбаки, которые тонули, проваливались, они тоже не первый день на лед вышли. От МЧС предупреждение. Если в рейд выйдут участковые, то ждет и денежное наказание. Штраф предусмотрен за выход на лед толщиной меньше 7 сантиметров. А тает он не по днём, а по часам. За два дня, грубо говоря, где-то около 50 сантиметров льда уже ушло. Почитать на досуге? Да. К рыбакам сегодня вышли спасатели и в Мамадыши. Заодно и лёд прощупали 25 сантиметров чистого, столько же наледи. Но весенний лёд самый непредсказуемый. Рыхлость, трещины и никакая толщина не поможет. Осенний лёд будет 7 сантиметров. Он будет гораздо крепче, чем сейчас весенний. И проваливаться в него ещё хуже. Там и выбираешься из него, как из каши. Верёвка, спасательный жилет и мобильный телефон. Всё это должно быть у рыбака на опасном льду, говорят спасатели. В одиночку на реку лучше не отправляться и предупреждать о своём уходе близких. Лена Зинатольевна, Ильшат Мухаммедов, Ленар Султанов, Алексей Петров, ТНВ, Казань, Набережная, Челны, Мамадыш. Водители такси объявили бойкот онлайн-сервисам, которые подняли комиссию за услуги. Акции протеста прошли в 40 регионах страны. Теперь таксистам приходится отдавать чуть ли не 20% от стоимости поездок. Как эта ситуация затронула таксомоторный рынок Казани, оценила Анна Городнова. Все подряд заявки беру. Выгодные они меняли, невыгодные, но чтобы хоть как-то отбить деньги. Врач по образованию Тургун Саламов приехал в Татарстан из Московской области. Сам он родом из Узбекистана. В такси работает полтора года. Заявки принимает через онлайн-сервисы. Правила, говорит, изменились. Теперь ему приходится отдавать Яндекс.Такси 20% заработка. Чистыми за километр водителю около 10 рублей за километр. А туда еще надо сминусовать ГСМ, амортизацию, покушать водителю. Часть водителей против повышения сборов. Натануне они бойкотировали Яндекс.Такси, Убер и Гет. На наш запрос, почему комиссия выросла, Яндекс.Такси пока воздержалась от комментариев. Сообщив лишь, что работали они в обычном режиме. Сбоев в заказах такси в связи с акциями не заметили и в других службах. В городах Тарстана у сервиса «Максим» в этот период работало обычное число перевозчиков. Пассажиры при выборе такси не скрывают. Все чаще заказывают через онлайн-сервисы. Привыкни как-то через приложение. Дучка вызывает такси. Она через приложение заказывает. Цены дешевые. Так сейчас удобнее. Как говорят сами таксисты, большинство тех, кто работает на онлайн-службы, не оформлены как ИП. А значит, они не несут почти никакой ответственности за пассажира. Хотя требования и прописаны в законе. Автомобиль должен быть или белого, или желтого цвета. На крыше автомобиля должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета. Ну и также водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет. Официальное число выданных разрешений на перевозки за последние семь лет в республике значительно сократилось. Если в 2011 году, когда Минтранс только начинала выдавать разрешения, их было более 13 тысяч, то сейчас только 7 тысяч. Сколько нелегальных перевозчиков республики остается только догадываться. С кольца студента вез до деревни Нижсята всего 109 рублей. Еще минус комиссия, то есть это вообще копейки. У Игоря Каковина разрешение есть. Работать сразу с несколькими онлайн-сервисами. Заказ выгодный, заявку принимает. Даже после повышения комиссии уходить в таксомоторную компанию он не намерен. Если на чужой машине, то аренда. Вот они говорят полторы тысячи, говорят, надо платить. А это надо еще, во-первых, заработать эти полторы тысячи. Потом дядя отдай, заправься, покушай, и тебе ничего не остается. Онлайн-сервисы меняют условия работы в одностороннем порядке. Будут таксисты отказываться от сотрудничества с ними или нет – вопрос времени. Тарифы для пассажиров пока не изменились. Анна Граднова, Мирзалюшев, ТНВ, Казань. В Татнефти решили увольнять сотрудников, не пристегивающих ремень безопасности в служебном автомобиле. Отныне за первое такое нарушение – замечание, за второе – выговор и минус 100% премии, за третье – увольнение. Мы спросили у казанцев, стали бы они нарушать правила, если бы знали, что за это грозит. Если, как говорится, через само сознание не доходит, то наказание, наверное, оправдано. Правиль должен соблюдать все. Безопасность, скорее всего, превыше всего. Как автомобилист я всегда езжу пристегнутый. Может быть, месяц после штрафа будет, а потом все равно, все то же самое будет. Ну, любое воздействие на человека, лишение материальных средств, собственно, действует. Это новости Татарстана. Мы работаем в прямом эфире и далее в выпуске. Годовщина освобождения узников фашистских концлагерей. Говорит, че ты весят? Я, как увидел, кинулась к папе, кричу «папа!» С теми, кому удалось выжить, встретился Слава Духмадулян. Об информационном поле и запретной черте. Распахнули уже безмерно для всех мнений в мире. Что в медиа-сообществе думают об анонимных комментариях, узнал Дмитрий Аринин. Рустам Мениханов сегодня в Москве. Президент Татарстана встретился с руководством корпорации «Роскосмос». С Игорем Комаровым он обсудил возможность сотрудничества. О чем договорились, расскажет Тина Газалеева. Сегодня в офисе «Роскосмоса» в Москве Рустам Мениханов и руководитель госкорпорации Игорь Комаров обсудили взаимодействие по разным направлениям в образовательной, научной сферах. Основной акцент в разговоре был сделан на имеющейся договоренности. И взаимодействие «Роскосмоса» со строительным блоком Татарстана. Наши специалисты привлекаются для обустройства и строительства, которое продолжается на космодроме Восточный, в том числе в городе-спутнике космодрома. Сейчас речь идет о строительстве второй его очереди и сопутствующей инфраструктуры. Дина Газалеева, ТНВ, Москва. Сегодня во всем мире отмечают 73-ю годовщину освобождения узников фашистских концлагерей. Газовые камеры, эксперименты на здоровье и убийства за слезы. Миллионы людей стали заложниками фашистского режима. Каждый пятый узник был ребенком. Об ужасах войны и встрече с теми, кому удалось выжить, Салават Мухамадуллин. Возвратился я в Германии, в городе, в концлагере. Первый год своей жизни Борис Кудряшов провел в концлагере без мамы. Виделся с ней раз в неделю. Остальное время она работала в прямом смысле слова на кусок хлеба, да и то с опилками. Были ситуации, когда мама прикрывала собой малыша. Там бомбежка, стрелка образовалась. Ну, я говорю, на меня совсем на землю легла. Потом я встал, говорит, ребенка, брал руку и пошел. И, говорит, рука полностью, говорит, это мокрый. Смотрю, что там мокрое. Там, говорит, кровь. И взял эту ногу, посмотрю, ноги, кровь еще, говорит. Пуля пролетела сквозь. Говорит, чьи отцы висят. Я, как увидел, кинулась к папе, кричу. Папа, в общем, не движал до него, немец мне по ногам. Прострелю ногу одну. Так в концлагере началась жизнь восьмилетней Веры Бакаевой. Маму и годовалого брата Веры сожгли заживо. В плену у фашистов она исполняла роль подопытной крысы. Они делали уколы, чтобы дети мои на будущее рожались уродами. Война мне не дала до сих пор. У меня трое детей было. Все дети умерли взрослыми. Детям, не работающим детям, хлеб вообще не давали. Взрослым давали 250 грамм хлеба. А детям, кто мог работать, 150 грамм хлеба. Таких историй сотни тысяч. На территории Германии и оккупированных стран насчитывалось порядка 14 тысяч концлагерей. Через них прошли около 18 миллионов людей. Более 12 миллионов из них погибли и были убиты. В день годовщины освобождения узников тем, кому удалось выжить. Уже по традиции встречаются со школьниками. Главная просьба. К ним и от свидетелей нечеловеческого горя в человеческой жизни не допустить подобного вновь. Слава Тмахмадуля, Даниил Филатов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. В хоспис с подарками. Сегодня приехали имамы мечети Гойля и сотрудники Болгар-Радиуса. Привезли целую машину благотворительной помощи. Такую поддержку хоспис получает со дня открытия. Маленьких пациентов регулярно поддерживают неравнодушные татарстанцы. В хосписе сегодня проживают 17 маленьких пациентов. Еще с татрем оказывается помощь на дому. Сотрудники хосписа принимают любую помощь от татарстанцев. В нашем эфире звучал анонс о том, что проходят акции с обеих детям, где мы говорили, что мы собираем средства для гигиены в мечети Гойля. И очень многие откликнулись с районов, не только казанские наши слушатели. И пророк в своем изречении сказал, что рука дающая, она всегда лучше, чем рука берущая. Поэтому мы об этом постарались донести до людей вместе с радио, вместе с телевидением. И огромную благодарность им за это, так как мы и мамы говорим одному-двум человекам через вас. Это доходит до тысяч, до миллионов. О том, чтобы люди помогали. И действительно, людей даже не пришлось убеждать. И каждый из них постарался, кто услышан, участвовать в этой акции. В Татарстане хотят проводить регулярные дискуссии о современных тенденциях в средствах массовой информации. О таком начинании сегодня заявили на круглом столе в Высшей школе журналистики. Здесь встретились представители СМИ и пресс-служб. Сейчас на информационном поле все больше места занимают анонимные комментарии, которые порой выходят за границы дозволенного и этичности. Как с этим быть, мнение экспертов, выслушал Дмитрий Аринин. Это реалии жизни. Мы живем в век информационного общества. На встрече под названием «Медиасфера. Игроки и жертвы публичности» собравшиеся обсуждали, как найти золотую середину в том, чтобы широкое освещение и в особенности проблемных тем не переходило в публичную травлю конкретных людей. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что мы можем сработать на опережение, выехать с проверки, я говорю о прокуратуре, предпринять меры к тому, чтобы снизить этот негативный эффект от тех нарушений, которые были допущены. С другой стороны, мы вот этим публикациям уже сразу формируем общественное мнение, вешаем ярлыки. Здесь редакции МСМИ предлагают опираться на этику. Но сейчас все больше составляющей материалов журналистов становятся комментарии аудитории. И в них при возможности анонимных отзывов, выражениях и суждениях порой не стесняются. Выход видят в модерации, при которой неэтичные мысли в свет не выйдут. Но при этом, как считают совсем от анонимных комментариев, отказываться не стоит, потому что так люди могут, не опасаясь, сообщить о проблеме, решение которой требует огласки. Когда ты критикуешь деятельность какого-то государства, это одно. Когда ты уже влезаешь в комментариях, какой у него дом, какая у него семья и так далее, там подобное, приходят на личности. Участники встречи сошлись во мнении. Для компромисса и урегулирования спорных ситуаций нужна общественная дискуссия. Такие встречи с участием различных представителей медиа-сообщества собираются устраивать регулярно. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Родной язык учить по желанию в Госдуму внесли законопроект о возможности добровольного изучения государственных языков Республики России. На сегодня это право законодательно не регулируется на федеральном уровне. По мнению авторов, преподавание национального языка должно проводиться не в ущербу изучению русского языка и по желанию школьника и его родителей в виде письменных заявлений. Что такое закон, который должен исполняться добровольно? Ну, это неправильно же. Поэтому статус языков, он должен в рамках стандартов, которые вот сейчас они разрабатывают, стандарты новые. Мы как раз и думали, что в рамках Министерства образования эти стандарты будут рассматриваться. И там найдут место в том числе и родным языкам, не государственным языкам. Тем временем, федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования сейчас на утверждении Министерства образования. До 19 апреля на федеральном портале проектов нормативных актов свои пожелания к нему может оставить любой желающий. Если вы считаете, что родной язык в национальных республиках молодшеклассники должны изучать обязательно, или у вас есть другие предложения, нужно зарегистрироваться на сайте, найти проект об утверждении ФГОС и разместить отзыв к нему. В поддержку национальной журналистики специальный конкурс ТНВ. Мы напоминаем, до 19 апреля нужно заявиться на конкурс нашего телеканала на соискание гранта на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. Заходим в главную страницу, находим справа специальный баннер конкурса, открываем положение и добро пожаловать. Свои работы нужно прислать на электронный ящик PR, нижнее подчеркивание, TNV, собачка, mail.ru. Выиграй грант и стань лучшим из нас. Татарстанское кино в широкий прокат. В эти минуты в одном из кинотеатров столицы проходит премьера фильма татарстанского режиссера Ильдара Якофарова «Байгал». На премьере деятели культуры, кинокритики и режиссеры. Вместе с ними картину смотрит и наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, о чем этот фильм и когда его можно будет увидеть в кинотеатрах? Да, здравствуйте, Александр. Что ж, прямо сейчас я нахожусь на закрытом показе фильма «Байгал». И хочется сказать, что интерес к этой новой картине просто колоссальный, потому что зал собрал огромное количество зрителей. Они совершенно разные, там самые яркие, самые знаковые деятели татарстанской культуры, татарстанского шоу-бизнеса. Ну, а если говорить о самом кино, то этот фильм снят, конечно же, в жанре мелодрамы с небольшими вкраплениями детектива. Ну, а самую большую шумиху, хочется отметить, вызвало участие в этом фильме известного российского актера Владимира Вдовиченкова, который, кстати, как нам уже успели рассказать, после участия в съемках в этом фильме, сразу же заявил и, так сказать, назвал эту историю, показанную в этом кинофильме, большой трагедией маленького человека. Согласитесь, очень красиво, и после таких слов известного артиста, естественно, очень хочется прийти и посмотреть этот фильм лично, но прямо сейчас давайте услышим, что же нам рассказал режиссер этого кино. Это фильм о том, что, когда ты честно что-то делаешь, все должно случиться и все получится. Об этом, наверное, основной мастер-шфильм. Ну что ж, закрытый кинопоказ совсем скоро подойдет к своему логическому завершению, но история этого фильма не заканчивается. Она будет продолжаться, потому что уже стало известно, что в сентябре абсолютно каждый желающий сможет прийти на это кино, в кинотеатры нашего города. Ну а мы лишь только надеемся, что этот фильм будет покорять не только Татарстан, но и Россию, и, быть может, даже зарубежья. Очень-очень сильно ждем большого киношного, так сказать, успеха, и верим в это кино. Ну что ж, пока у меня на этом все. Лисанн, с удовольствием передаю слово вам. Спасибо, это был Сергей Хайдаров с премьерного показа фильма «Байгал». А далее вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас порт и прогноз с погодой. До встречи в 21.30. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас 202-30-33. Эффективная реклама в салонах автобусов. Только до конца апреля. При заказе рекламы размещение на месяц в подарок СБК «Транзит» 245-0505. Автомобиль «Лада» с выгодой до 203-390 рублей? Это реально! Только в апреле «Канавто» на Мусина увеличил выгоды на автомобиле «Лада». Действует государственная программа. «Канавто» Мусина 37. Аптека «Фармленд» рядом с вами. Заботится о вас. Сейчас, как и всегда. Меняется и развивается. Преодолевает расстояние, чтобы стать ближе. Создает уют, комфорт и отличное настроение. Заботится о вашем здоровье и красоте. Чтобы вы чувствовали себя хорошо. 20 лет аптеке «Фармленд» рядом с вами. «Фармленд» – это не просто аптека. «Фармленд» – это... Дуб друзей! Федеральная аптечная сеть «Фармленд». 20 лет заботы и доверия. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за «ТАК». Узнай подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом» – хорошая история. Эко-весна пришла. Не сиди в телефоне, лучше в парк приходи. Скорее на субботник, айда, выходи. Самое время сделать мир вокруг чище. Прими участие в природоохранных мероприятиях. Апрель-май, 2018. Эко-весна! Искать дальше? Себе дороже. Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани. 4 пятерки, 3 единицы. 21-й фестиваль «Страна поющего соловья» фонда «Рухия» от компании «Татнефть» подводит итоги. Галоконцерт состоится в Казани 16 апреля в 16.00 в Татарской государственной филармонии имени Гавдуллы Тукая. Ждем вас! «Транстехсервис» дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 5000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Ждем в нашем новом автосалоне автомобилей с пробегом «ТТС Гарант». По адресу город Казань, Юдино, улица Бирюзовая, 38. «Белка» объявила суперраспродажу только до 15 апреля. Реальные скидки до 50% на все шубы и весеннее пальто. «Белка» Татарстан 7. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10900 рублей. Подробная информация по телефону Лужевски. 780-571. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Футболисты «Рубины» продолжают подготовку к субботнему матчу против «Амкара». Игра состоится в Перми на стадионе «Звезда». В расположение «Рубины» прибыл Александр Бухаров и тренировался вместе с основной командой. Напомним, что нападающий восстанавливается после травмы. На официальном сайте клуба появилась информация о Бухарове. Мы с радостью приняли его в «Рубиновую семью». Желаем скорейшего выздоровления, пишется в сообщении. Однако от подписания контракта и дальнейшей судьбе воспитанника татарстанского футбола не говорится. Матч против «Амкара» состоится 14 апреля и начнется в 11.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на нашем телеканале. Тем временем сборная Татарстана успешно завершила выступление на командном чемпионате России по стендовой стрельбе в Адыгее. В заключительный день соревнований наши спортсмены вновь поднимались на пьедестал почета. Альбина Шакирова и Николай Теплый пополнили свою копилку еще одной бронзой. В общей сложности по итогам командного чемпионата в активе сборной Татарстана две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Помимо медали Николая Теплого в ските в индивидуальном первенстве татарстанцы выиграли два серебра в трапе. На вторую ступень пьедестала поднимались Артем Капустинский и Екатерина Рабая. И в завершение к новостям спортивной гимнастики. С 18 по 22 апреля в Казани пройдет чемпионат России по этому виду спорта. В турнире примут участие более 150 лучших спортсменов со всех регионов страны, в том числе прославленные гимнасты. Среди них двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, пятикратный призер олимпийских игр Денис Аблязин, двукратный призер олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Виктория Комова, а также другие ведущие гимнасты сборной команды России. Честь Татарстана на чемпионате будут защищать члены основного состава сборной России. Александр Чичеров и Максим Синичкин, а также Инсав Идиатулин и Дарья Лопатина. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Денис Аблязин Максим Мастер, город Казань, улица Восстания 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево до 3 градусов выше нуля и будет ясно. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, также солнечно и плюс 4. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске осадки не ожидаются и до 3 градусов выше нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси перемены облачность, столбики термометров покажут плюс 4. На юго-западе будет солнечно и до 6 градусов тепла. Для жителей центральных районов республики 12 апреля также будет ясным, без осадков и плюс 4. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Ночные температуры по-прежнему сохранятся минусовыми. В Казани без осадков и ясно. Температура воздуха плюс 4, плюс 6. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова